Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы продолжим разговор о проблемах детей раннего возраста. И я хотел бы остановиться, в общем-то, по вашим просьбам, по вашим вопросам, остановиться вот на каком вопросе. Существуют определенные моменты, которые могут позволить вам заподозрить на очень ранних сроках развития ребенка, то есть на уровне новорожденности или при возрасте нескольких месяцев, что у ребенка не все в порядке с его физическим и психомоторным развитием. Еще даже до того, как об этом могут заподозрить ваши семейные педиатры. Дело вот в чем. Мы сегодня познакомимся с нашим Ванечкой, и мы с Ванечкой вам это покажем. Дело все в том, что новорожденный ребенок рождается с определенным набором врожденных или безусловных рефлексов. Ну, это вы знаете, вы понимаете, но вы не все знают вот о чем. Часть рефлексов остается на всю оставшуюся жизнь, и этот как раз момент вам знаком. Ну, например, такие рефлексы, как чихание, моргание, кашель, рвота, слезотечение при попадании чего-то инородного в глаз, ну и так далее, другие рефлексы, которые, благодаря которым человек, в общем-то, живет и которые оказывают влияние на его жизнь. Но это еще не все. Ряд рефлексов, с которыми рождается ребенок, они проходят с течением определенного времени. Уже где-то самые последние рефлексы новорожденных проходят где-то к 5-6 месяцам, и вот о них-то мы с вами поговорим. Дело в том, что при определении этих рефлексов, если они по каким-то причинам изменены, это говорит о том, что есть какая-то патология. И вот это вы можете оценить сами и посмотреть сами, только это нужно знать, и сейчас мы вам это покажем. Несколько из этих рефлексов я вам расскажу не только их диагностику, но и время, когда они должны в норме пройти. Вот это очень важно, потому что, с одной стороны, если этих рефлексов нет, когда ребенок рождается, это уже показатель, который говорит о том, что надо бить тревогу. И если эти рефлексы по каким-то причинам затягиваются, то есть уже возраст, когда они должны пройти, наступил, они еще не проходят, это говорит о том, что тоже есть какая-то патология, которую нужно выяснять и лечить. Итак, начинаем с вами говорить о рефлексах. Рефлекс первый. Все это очень просто, все это вы можете делать сами. Посмотрите, если новорожденный ребенок лежит на спине, лежит на животе в обычной позе, гологоловка повернута, значит, мы его кладем, первый рефлекс, значит, и на расстоянии 10 сантиметров от ребенка мы по этой поверхности резко стучим. Что должно произойти? Ребенок должен развести ножки и приподнять тазовую область. Значит, вот еще раз, да, мы его положили, головка повернута, чтобы он не задохнулся. И вот мы стучим по поверхности на расстоянии резко, и происходит поднятие и разведение ножек, и приподнимание тазовой полости. Это рефлекторно, это вы можете проверить. Рефлекс второй, так называемый пошаговый рефлекс, может быть, вы об этом знаете, если поставите ребенка на держа, как следует его подмышки, поставить на твердую поверхность, он начинает, его ноги начинают, он начинает ходить. Это не потому, что он такой развитый, талантливый и уже ходит в возрасте новорожденности, а потому что это рефлекторный, так называемый пошаговый рефлекс, который проходит где-то к 2-2,5 месяцев. Если он задерживается, это показатель нездоровья. И вот здесь еще обратите внимание на момент совершенно четкий. Если вы вот так ставите ребенка на поверхность, он должен вставать сразу на плоскую стопу. Если он становится на пальчики, это показатель повышенного тонуса. То есть есть какая-то проблема, и практически все эти проблемы связаны с патологией шейного отдела, о котором мы уже говорили. Если ребенок встает даже на плоскую, на полную стопу, на плоскую, и не шагает, а начинает садиться или ноги начинает подгибать, это показатель снижения тонуса, который говорит тоже об определенных нарушениях. И эти нарушения нужно диагностировать и нужно лечить. Следующий рефлекс, о котором вы должны знать, так называемый рефлекс Бабинского. Посмотрите внимательно. Вы берете пятку ребенка и проводите, ну можно большим пальцем, нажимая достаточно сильно от пятки к пальцам. Вот так. Что при этом происходит? Пальчики на стопе раскрываются веером. Да, если даже они сильно сжаты и согнуты, и вы проводите вот так, отпускаете руку, и пальчики медленно раскрываются. Так называемый рефлекс Бабинского, который в норме проходит где-то к пяти месяцам. Если вы у ребенка, предположим, в семь месяцев вот так проводите, и этот рефлекс положительный, то есть пальчики раскрываются, это говорит о задержке психомоторного развития, это говорит о том, что есть какое-то отставание. Если этого рефлекса нет изначально, это показатель достаточно серьезной проблемы. Следующий рефлекс, о котором мы с вами поговорим, это рефлекс, так называемый рефлекс Маро. Посмотрите, ребенок лежит на спине, и мы проводим по его спине вдоль позвоночника, не по позвоночнику, а рядом, может быть, в сантиметрах двух, от позвоночника пальцем от копчика к седьмому шейному позвонку, который выступает немножечко по сравнению с другими позвонками, чуть-чуть надавливая. Вот мы провели, и что мы увидели? Мы увидели, что ребенок тоже начинает поднимать таз и ноги, они начинают подниматься, все остальное лежит. Этот рефлекс в норме проходит к 2,5-3 месяцам. Следующий рефлекс, с которым можно диагностировать проблему, так называемый рефлекс Маро. Мы проводим точно так же по позвоночнику, но уже не около позвоночника, а по отросткам, так называемым мастистым отросткам, которые выступают. Мы проводим от копчика к шее, чуть-чуть надавливая на отростки, и ребенок прогибается в пояснице, как кошка, спинка выгибается, он начинает поднимать грудной отдел, а таз немножечко прогибается. Вот так вот становится спина, и ребенок так реагирует на такое прикосновение. Этот рефлекс тоже проходит где-то к 2,5-3 месяцам в норме. Таким образом, вы уже на ранних сроках, то есть у новорожденного ребенка, можете определить какую-то предварительную, сделать какую-то предварительную диагностику и заподозрить. И вы всегда можете обратить внимание доктора вашего о том, что тот или иной рефлекс новорожденного, который должен быть, он отсутствует. Значит, что еще можно использовать для ранней диагностики? Очень важно оценить способность ребенка видеть или слышать. Довольно часто при родовых травмах, серьезных травмах, когда поражаются зрительные или слуховые центры коры головного мозга из-за какого-то кровоизлияния или из-за изменения муточерепного давления, или из-за нехватки кислорода, или из-за других причин. Определить, видит или слышит ребенок становится, если не знать как, затруднительным. И это выясняется, к сожалению, иногда гораздо позже, чем могло быть. Как выяснить, как определить, что вам нужно сделать, чтобы понять это на ранних стадиях? Я сейчас не говорю о снижении зрения или слуха, я сейчас говорю о его наличии или о его отсутствии. Значит, когда ребенок лежит, возьмете, берете предмет, ну, лучше взять яркий предмет, вот, допустим, при таком положении. Постарайтесь поймать взгляд ребенка и поводите медленно этим ярким предметом перед его глазами. И вы увидите, что зрачки его перемещаются. Причем голова может не двигаться, а двигаться зрачки. Точно так же, это реакция на зрение, точно так же можно определить слух. Для этого нужно положить ребенка и достаточно громко хлопнуть в той или иной стороне. Ребенок либо вздрогнет, либо повернет голову, а может сделать и то, и то на звук. Это показатель того, что слух у ребенка присутствует. Это можно выяснить и выявить на ранних стадиях. Следующий момент, который мы с вами, я хочу довести до вашего сведения, мы хотим довести до вашего сведения, это ситуация с изменением мышечного тонуса. Это достаточно важно, немножко уже сегодня о нем говорили, достаточно важный симптом состояние ребенка, потому что мышечный тонус, он показатель нормальной работы центров коры головного мозга. Что значит нормальная работа? Это значит, что кровоснабжение участков коры головного мозга даже в мельчайшем образом не нарушено, потому что практически всегда при даже малейшем нарушении кровоснабжения коры головного мозга, каких-то его участков, даже минимальных, меняется мышечный тонус в той или иной области. Значит, на что нужно обращать внимание в этой ипостаси, в этой среде? Значит, во-первых, на одинаковость силы в руках ребенка. Посмотрите, что вы делаете, это тоже рефлекторно. Вы даете ребенку возможность ухватиться за ваши пальцы, раздвигаете пальчики ребенка и даете ему пальцы. ребенок за эти пальцы рефлекторно хватается и дальше вы начинаете его поднимать. Вот если он вот так лежит, вы начинаете пальцами его поднимать. Ребенок поднимается. И вот здесь очень важно оценить силу воздействия кистей ребенка на ваши пальцы. если это одинаково, то есть они одномоментно раскрываются и ребенок опускается, падает. Ну, желательно, чтобы не на твердую, конечно, поверхность. Это показатель одинаковости тонуса. Если какая-то рука отпускается раньше, ну, например, вот вы так поднимаете, одна держится, одна опустилась, это показатель ослабления мышечного тонуса к той или иной поверхности. Точно так же, как я уже говорил, вы определяете, насколько одинаково ровно ребенок стоит на плоской стопе. Если это две ноги ставятся на кончике пальцев, значит, это показатель повышения мышечного тонуса примерно одинаковый. Если какая-то нога становится на стопу, а вторая становится на пальчике, значит, это показатель одностороннего изменения мышечного тонуса. И вот здесь проверьте соответствие этой стороны на руках, то чаще всего мышечный тонус повышен не только на, допустим, левой или правой ноге, но и в левой или правой руке. Кроме того, вам нужно обратить внимание на положение тела, того, как ребенок лежит. Если вы обратили внимание, что ребенок все время поворачивает голову в одну сторону, ну, допустим, вы положили его так, он повернул голову, вы его перевернули, предположим, да, и он снова поворачивает голову в эту сторону, большая вероятность развития так называемой спастической кривошеи, то есть, почему это происходит? Дело все в том, что мышцы, так называемая грудинно-ключично-сосцевидная мышца, идущая от сосцевидного отростка височной кости, которая идет за ухом к ключице и грудине, вот она, вы когда повернете голову, вы очень легко ее нащупаете, вот эта мышца развивается неравномерно с одной и с другой стороны, где-то она более напряжена, и тогда ребенок поворачивает голову в другую сторону, то есть более слабую, к более слабой мышце, и в дальнейшем это состояние будет выглядеть примерно вот так, вот так он будет ходить все время на одну сторону, это показатель классический показатель водовой травмы, нарушения кровоснабжения коры головного мозга, того участка, который отвечает за скелетно-мышечную мускулатуру, в частности, за мышцы шеи, значит, что мы будем делать в этой ситуации, если какие-то моменты, которые вы можете делать, не дожидаясь заключения врачей, не дожидаясь каких-то вердиктов, каких-то диагнозов, для того, чтобы, ну, скажем, помочь вашему ребенку, есть определенные упражнения, есть определенные комплексы массажа, и вот это, эти комплексы, эти упражнения, мы с Ванечкой расскажем об этом вам в следующий раз. А сейчас спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok